Мишель Поль Фуко, французский философ, теоретик, культуры и историк, создал первую во Франции кафедру психоанализа, был преподавателем психологии в высшей нормальной школе и в университете города Лиль, заведовал кафедрой истории и систем мышления в коллежде Франс, работал в культурных представительствах Франции, Польши, ФРГ и Швеции, является одним из наиболее известных представителей антипсихиатрии. Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрьмах, проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из самых влиятельных мыслителей 20 века. Биография Поль Мишель Фуко родился 15 октября 1926 года в городе Пуатье в состоятельной семье. Отец – успешный хирург, преподавал анатомию в местном медицинском колледже, в школе Фуко носил прозвище Полишинелли и не отличался особыми успехами. Даже по своему любимому предмету истории он был вторым в классе 1942-1943 экзамены на степень бакалавра. Фуко добивается значительных успехов во французском, греческом и латыни, чуть хуже обстоят дела с историей и естественными науками. Средний результат по философии – 1945, Фуко второй раз готовится к поступлению в высшую нормальную школу в Париже – 1945-1946, подготовка к вступительным экзаменам в лице Генриха IV, здесь же Фуко знакомится с творчеством Ницше, Маркса и Фрейда – 1946-1951, по результатам экзаменов оказался на четвертом месте во всей Франции. После успешного поступления Фуко учится в высшей нормальной школе, в этот же период он начинает называть себя просто «Мишель», опуская «Поль» имя отца, совершает несколько попыток самоубийства, начинает изучать труды Гегеля, Хайдеггера и Сартра, вступает по рекомендации Альтюссера во французскую коммунистическую партию. Но собрание не посещает и не соглашается с позицией партии в отношении гомосексуальности – 1951, показав блестящие результаты, Фуко со второй попытки сдает выпускные экзамены – 1952-1955, Фуко становится преподавателем высшей нормальной школы, специализируясь на философии и психологии. Интерес последний делает его частым посетителем госпиталя Святой Янны. 1953 – Фуко покидает коммунистическую партию в связи с советским делом врачей, которое поддержала Коммунистическая партия Франции. 1955 – 1958 – получает должность младшего преподавателя в университете города Упсел в Швеции, где читает лекции по французской литературе. 1959 – директор французского института в Гамбурге. 1960 – знакомство со студентом философского факультета Даниэлем Дефером, который становится спутником Фуко до конца его жизни. 1962 – профессор философии в университете города Клермон-Ферран. 1964 – Фуко следует за Дефером, который предпочел армии и добровольческую работу в Тунис. 1965 – Фуко принимает участие в разработке университетской реформы под руководством министра образования Кристиана Фуша и премьер-министра Жоржа Помпидо. Реформа будет принята в 1967 году. Путешествие с курсом лекций в Бразилию. 1966 – публикация книги «Слова и вещи». 1966 – 1968. Фуко является внештатным профессором Тунисского университета. 1968 – Фуко не участвует в майских событиях, о чем глубоко сожалеет. Он уезжает из Туниса, чтобы окончательно поселиться во Франции. Получает должность председателя философского факультета в сверхсовременном экспериментальном университете Венсин. В этот период Мишеля Фуко начинает волновать его стареющая внешность, поэтому он решает побрить голову, складывается знакомый всем образ философа. Он начинает носить белый свитер с воротником пола и вельветовый костюм, чтобы не надо было гладить. 1969 – получает должность заведующего кафедры истории систем мышления в Коллеже де Франс. 23 января 1969 года лицей Сен-Луи организует показ фильма о событиях мая 1968 года, несмотря на запрет властей. После показа в лицейсты присоединяются к митингующим во дворе Сорбонны. Несколько сотен студентов из Венсинной кое-кто из преподавателей решают проявить солидарность и занимают свой факультет. Ночью уже 2000 человек вступает в стычку с полицией, которая применяет слезоточивый газ. Мишель Фуко и Даниэль Дефер задержаны одними из последних 1971 лекций в Соединенных Штатах. 8 февраля 1971 года Фуко объявляет о создании группы информации о тюрьмах. 1 мая 1971 года Фуко и Жан-Мари Доминак задержаны у ворот парижской тюрьмы Санте, где они раздавали листовки, призывавшие уничтожить криминалистические досье. 27 ноября 1971 года Участие в демонстрации с призывом к рабочим кварталам на углу улиц Полонсе и Гуддор в Париже. Там же присутствует Сартер, поэтому демонстрация носит мирный характер. На этом выступлении создается самая известная серия фотографий. Фуко и Сартер с микрофонами в руках 1972 года Фуко преподает в Нью-Йоркском государственном университете в Буффало. Посещает Нью-Йоркской тюрьму Ватике, где незадолго до этого прошел бунт заключенных. 16 декабря 1972 года полиция задерживает Фуко во время митинга, посвященного памяти рабочего алжирца Мохаммеда Диаба, убитого в комиссариате при сомнительных обстоятельствах. 1973. Статья для коллективного сборника Кремени Ди Пейс и попытка поддержать Франко Базалию, столкнувшегося с итальянским правосудием. 31 марта 1973 года. Демонстрация в Бельвилле имени Льмонтани против циркуляра Фонтани, который ограничивал права мигрантов на жительство и на работу. В первых рядах Мишель Фуко и Клод Мариак. 1975. Курс лекций по истории сексуальности в Калифорнийском университете в Беркли. 1976. Выходит в свет первый том «Истории сексуальности». 1978. Серия репортажей о событиях в Иране для Каррельер Делла Сера. 1984. Выход второго тома «Истории сексуальности». 2 июня Фуко упал в обморок и был госпитализирован. Последние два года Фуко страдал частыми, ослабляющими его заболеваниями. 25 июня 1984 года он скончался от СПИДа. 1986. Создание ассоциации «Центр Мишеля Фуко» для изучения и публикации творческого наследия философа. Философия. Мишель Фуко очень популярен в США, Японии, Австралии и Европе. В России активное издание его работ началось только с 1996 года. Творческое наследие Мишеля Фуко не всеми воспринимается однозначно. Политологи причисляют его к политологам, социологи – к социологам, а историки – к историкам. Тем не менее, если все же причислять Фуко к философам, можно отметить, что он философствует и за пределами традиционных философских территорий. Однако ставит именно философские вопросы. Это вызвано как личностными причинами, так и спецификой его образования и интересов. Фуко постоянно находился в творческом поиске. Каждое его произведение, даже если общая линия прослеживается, не похоже на другие, почти не повторяет предыдущее исследование. Порой в некоторых нюансах меняются даже определения основных понятий. Новое произведение – это в самом деле новое произведение. Впрочем, к построению особой системы или упорядочению своего литературно-философского опыта Фуко не стремился. Фуко – историк настоящего. Он мыслитель, мыслящий посредством истории. Создавая свои исследования, Фуко ставил следующие задачи. Воссоздать археологию современных знаний о субъекте, расшифровать генеалогию современной власти и всей современной западной цивилизации. Написать особую антологию настоящего, которая мыслится областью пересечения других трех антологий. Антология и субъекта в его отношении к самому себе. Антология и субъекта в его отношении к другим людям и институтам в поле власти. Антология и субъекта в его отношении к ясене в поле знания. Творчество Фуко проходит под знаком трех заимствованных у Канта вопросов. Что можно знать, что следует делать, что есть человек. Согласно этой последовательности история мысли самого Фуко распадается на три периода. Археологический, генеалогический период эстетик существования. В своем творчестве Фуко развивал основной фонд идей французского и европейского просвещения в реалиях западной культуры второй половины 20 века. Основной объект исследования Фуко изучение бессознательного различных исторических эпох и этот интерес Фуко сближает его с франкфуртской школой. В 1960-е годы Фуко разрабатывает концепцию европейской науки на основе археологии знания, имеющей своим ядром знания язык. Все известные теории науки и культуры Фуко относят к доксологии. В 1970-е годы на первый план в работах Фуко выходит тема «Знание насилия, знание власти». В 1980-х в творчестве философа появляется понятие субъекта и рассматривается тема сексуальности, а вместе с ней – вопросы этики, морали и свободы. Основные понятия. Автор-автор – это всего лишь функциональный принцип, это не метафизическая величина, не безусловная константа. Имя автора выполняет установленную роль по отношению к дискурсам, позволяя классифицировать тексты, группировать их и приводить в определенное отношение между собой. Это позволяет отделить тексты, например, Гиппократ от текстов других авторов. Вопрос об авторе – это один из возможных вопросов о субъекте. Археология – это метод, позволяющий раскрыть структуру мышления, определяющую рамки концепции определенной эпохи. Наилучшему достижению цели способствует изучение подлинников документов этого периода. Археология является собой вариант строгого анализа дискурса, она исследует его. Археология – это то, что Фуко противопоставил традиционному историческому описанию. Поиск поля возможностей того или иного дискурса ведется археологическим способом, не похожим на привычный исторический или документальный. Дискурсы подвергаются анализу не как совокупность законов, а как практики, все время образующие объекты, о которых они говорят. Архив – архив – это общая система формирования и преобразования высказываний. Это закон для всего того, что может быть сказано, система, которая управляет появлением высказывания, благодаря которой высказывание приобретает статус единичного события. При помощи архива все сказанное сочетается между собой и сохраняется. Архив определяет систему высказываемости высказывания события в его материальном воплощении. Он является системой функционирования высказывания вещей и определяет тип его актуальности. Архив различает дискурсы в их многообразном существовании. Язык определяет систему построения возможных предложений. Архив устанавливает особый уровень между языком и тем, что пассивно накапливает произнесенные слова. Как пишет Фукка в книге «Археология знания» невозможно дать исчерпывающее описание архива. Человек, сколько бы он ни старался, не может описать свой собственный архив. Власть – власть – это отношения силы, исходящие из множественности разнородных и анонимных точек. Власть пронизывает все общество и не имеет единого истока, будь то государство или отдельный институт. Любое дискурсивное пространство покрыто властными отношениями. Генеалогия – генеалогия. Генеалогия Фуко во многом обязана нецшанской генеалогии. Обе они открывают множественные истоки нынешней конфигурации практик. Точки пересечения этих практик и историческую случайность их современной взаимосвязи, демонстрируя этим, что нынешняя конфигурация, в сущности, далеко не единственно возможная. Также обе генеалогии пытаются открыть низменные первоистоки современной конфигурации, показывая то, как она была сформирована подчас с помощью насилия и кровопролития, и анализируя лежавшие в ее основании далеко не самые возвышенные мотивы и интересы. Генеалогия Фуко исследует развитие практик во времени их пересечения, наложения и взаимосвязи. Иными словами, если археология исследует сам дискурс, то генеалогия – практики этого дискурса. Дискурс у Фуко. Дискурс – это и то, что создано совокупности знаков и совокупность актов формулировки, ряд предложений или суждений. Дискурс создан совокупностью последовательности знаков, представляющих собой высказывания. Дискурс – это совокупность высказываний, которые подчиняются одной и той же системе формирования. Эти высказывания зависят от одной и той же дискурсивной формации. Дискурсивная формация, в свою очередь, является принципом рассеивания и размещения высказываний. Дискурс создан ограниченным числом высказываний. Он историчен. Его можно назвать фрагментом истории, ее единством и прерывностью. Дискурсивные практики. Любой объект, например, безумие, может быть исследован на основе материалов дискурсивных практик, которые также называются речевыми. Вне, независимо или до появления самих практик объект не существует. Дискурсивные практики – это совокупность анонимных исторических правил, устанавливающих условия выполнения функций высказывания в данную эпоху и для данного социального, лингвистического, экономического или географического пространства. Эти правила или дискурсивные практики всегда являются определенными во времени и пространстве. Дискурсивные практики выполняют ту же функцию, что и пистема. Историчность понятия, предложенное Фуко в противоположность традиционному историзму. Каждая эпоха имеет свою историю, которая сразу и неожиданно открывается в ее начале и также сразу и неожиданно закрывается в ее конце. Новая эпоха ничем не обязана предыдущей и ничего не передает последующей, потому что историю характеризует радикальная прерывность. Недискурсивные практики – излюбленный термин комментаторов Фуко, но редко встречающийся у самого автора. Эпистема Эпистема – это исторически изменяющаяся структура, которая определяет условия возможности мнений, теории или наук в каждый исторический период. Структура мышления, выражающая образ мыслей, присущие определенной исторической эпохе.